Из-за непогоды закрыты более 30 участков автодорог по всей республике Метель и плохая видимость отмечается в североказахстанской и восточноказахстанской областях. Похожая ситуация также в столице. Закрыта трасса в сторону Караганды. Там сейчас находится мой коллега Алишер Накипов. Он готов рассказать, что сейчас происходит на месте. Алишер, здравствуйте. Опишите ситуацию на трассе, пожалуйста. Да, здравствуйте, Лаура. Да, да, здравствуйте, Лаура. Мы сейчас находимся на Карагандинской трассе. Буквально час назад здесь открыли автомобильное движение для легковушек. Правда, вот для больших грузов ограничения все еще продолжают действовать. Ну и как вы уже, наверное, сами заметили, погода здесь значительно хуже, нежели чем в столице. Добрались мы сюда на специальной высокопроходимой технике под названием Тревор. Именно ее используют для того, чтобы вызволять водителей, попавших в снежный плен. В целом, Казахстан сейчас находится во власти северо-западного циклона. Именно он принес в нашу страну порывистый ветер и сильную метель. На большей части страны объявлено штормовое предупреждение. Закрыты некоторые трассы. Плохая видимость спровоцировала десятки ДТП по всей стране. Полицейские сотрудники ДЧС в эти дни больше похожи на метеорологов, стоя на заснеженных трассах. Они показывают, с чем придется столкнуться автолюбителям, которые не послушают спасателей и все же отправятся в путь. Рядом со мной сейчас находится Уразалин Кахарман, начальник департамента ЧС, МЧС РК. Расскажите, пожалуйста, как обстоит ситуация сейчас на дорогах? Закрыты ли какие-то трассы? Вообще, в целом, сколько людей было спасено? В целом, по Казахстану на сегодняшний момент в 10 регионах введены ограничения движения автотранспортных средств. Это у нас центральные части Казахстана, северные, восточные и южные регионы. За прошедшие сутки, ночью только нашими подразделениями, спасательными подразделениями, совместно с полицейскими службами и дорожными службами было спасено порядка 259 человек. Вызвали из снежных заносов 30 единиц автотранспорта. В том числе были задействованы временные пункты обогрева населения, доводится вся информация необходимая. А предупредительного характера, через средства массовой информации и приложения Дармен активно даются рекомендации, чтобы люди могли обезопасить себя в пути. Расскажите, пожалуйста, о силах и средствах, задействованных для спасения людей. За прошедшие сутки только на дорогах было задействовано порядка 230 человек личного состава, 130 единиц техники. В том числе это дорожные службы, полицейские и спасатели. А вот и все же, если автомобиль решился отправиться в путь, в дорогу, расскажите, пожалуйста, каких рекомендаций ему следует? Да, если есть, придерживаться, если в крайнем случае необходимо будет выехать, но необходимо соблюдать, скорее всего, элементарные правила безопасности. Это иметь большое количество с собой запаса ГСМ, теплых вещей. И в первую очередь мы рекомендуем отслеживать погоду КАЗ Гидромета, приложение Дармен, которые рекомендации даются, и в случае только крайней необходимости выезжать. А если вы остались на дороге, необходимо будет обращаться, звонить 101 или 112, но при этом рекомендуем не выключать сотовую связь, по которой можно будет с нами связаться, и по которому мы можем связаться с пострадавшим и оказать помощь спасателю. Хорошо, спасибо большое. Между тем, мне остается добавить, что учешить казахстанцев синоптиком пока нечем. На смену ветрами гололеду, говорят, придут морозы до минус 30 градусов. Лаура, у меня все. Благодарю, Алишер Накипов. Только что на себе прочувствовал все прелести метели, которая, собственно, по традиции разбушевалась в феврале в Акмулинской области. Благодарю, коллега. Продолжаем. Ну а говорим о...